Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас бокс-мастер от KFC. Я его никогда не пробовала, если не ошибаюсь. Может, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, исправьте меня. Но, по-моему, я его никогда не пробовала. Здесь у нас соус барбекю, который у меня уже дома был. Картошка фри. И взяла колу. Если возьму колу, это все вот так вот упадет. Я взяла меню. Бокс-мастер меню. Так получалось и дешевле, и как бы все включено. Картошка, конечно, так себе. Вчера вечером, совсем уже ночью, когда лежала в постели, смотрела истории моих любимых блогеров. Не совсем блогеров, экс-участников Дома-2. Смотрите, какой он огромный. Прям мясистый. И здесь как будто такой, знаете, наггетс. Такой аппетитный соус. В общем, вечером смотрела истории, и все начали выкладывать, что Дома-2 уже окончательно закрывают. К сожалению, я жутко просто расстроилась, потому что говорили, что идет кастинг. Дом-2 переезжает на СТС-ЛАВ. Все поменялось просто в миг. И, как говорили участники, как вкусно, в своих инстаграмах им сказали об этом прям за два дня. то есть, они должны покинуть площадку, найти себе квартиру в очень короткий срок. На мой взгляд, это немного нечестно. Нужно было предупредить заранее, хотя, возможно, они сами тоже не знали. Но если они сами тоже не знали, надо дать возможность людям хотя бы найти какое-то жилье. Но мне искренне очень грустно. Но я все-таки была в надежде, что его просто переведут на другой какой-то канал. Потому что этот проект, я смотрю, наверное, лет 7. И мне он очень нравится. Даже язык не поворачивается. Сказать нравился. Но, к сожалению, вот такой вот исход. Все сейчас активно ищут квартиры в Москве. Читала в интернете, что оставили, помните, Бородина против Бузова эту передачу? И там тоже очень сильно упали рейтинги. Они переделали как бы эту передачу под пусть говорят что-то наподобие. То есть, приходит герой и рассказывает свою историю. Они это все разбирают. Но люди это не смотрят. Я тоже не смотрю. Потому что неинтересно. Какие-то истории, знаете, прям наигранные. Видно, что люди пришли просто за хайпом. Они действительно со своей историей. Некоторые там прям радуются. что вот, наконец-то закрыли. Никто даже не думает, сколько людей просто останутся без работы. Там же не только эти участники, которых все ненавидят. Там же еще операторы, режиссеры, там, не знаю, постановщики. Куча просто персонала. Причем я заметила, что все участники, которые сейчас есть, никто не собирается обратно переезжать в город, в котором они жили. Все хотят остаться жить в Москве. Возможно, мы их увидим в каких-то других проектах. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы расстроились? Смотрите ли вы вообще? Либо вам параллельно? Обратила внимание, что 99% пар, которые создаются на Доме-2, они разводятся, расстаются после того, как заканчивается проект. Максимум там год-два вместе. И все. Но мне кажется, Дом-2, как Санта-Барбара, он все равно останется на устах еще долгое время. И если сравнивать Дом-2 всех времен, мне больше всего нравился именно в конце. Потому что раньше меня всегда это раздражало, то есть старичков всегда оставляли, то есть старичков никто не трогает, даже если они не строят отношения, а новеньких сразу выгоняли. Это немного было похоже на дедовщину, или как это правильно называется. В общем, если ты старичок, никто за тебя не голосует, годами сиди там, получай зарплату, кайфуй, там еще так борзо, разговаривай с новенькими, и ничего тебе за это не будет. А в последнее время в Доме-2 такого абсолютно не было. то есть спокойно могли номинировать на уход старенького участника. Говорили в цвет о их ошибках. В общем, очень интересно было, и мне искренне жаль. А все такое, знаете, почему происходит? Раньше у людей не было альтернатив. Сейчас у людей куча альтернатив. Вот элементарно ты, зритель, который сейчас смотрит меня, я должна бороться с другими за твое внимание. Это правда. То есть, например, что-то не нравится в Доме-2 взяли и ушли на другой канал. Увидела историю одного блогера. Точнее, я не увидела, а мне закинули. Я была в шоке просто от хамского отношения к персоналу, к бедным людям. Люди настолько высокомерны, что вот я такая высокооплачиваемая звезда. Да кто ты такая? Если бы обычные люди, вот этот вот персонал, который ты называешь фу, если бы эти люди не были на тебя подписаны, то кто бы ты была вообще? Я честно смотрю на таких людей, у меня отвращение к высокомерным людям. Я специально не буду называть имя этого человека, дабы не делать ей лишнюю рекламу. Потому что люди, которые в свое время тоже были бедными, отзываются о бедности так, что фу. Вот я не понимаю таких. Я не мазохистка. Я не смотрю на блогеров, которые меня раздражают, бесят. Я просто беру и блокирую. Вот эту вот девушку, про которую я вам говорю, все уже, наверное, поняли про кого. Я просто взяла, заблокировала в Инстаграме, заблокировала в ТикТоке и все. Я ее больше не вижу. Я считаю, что если вас тоже раздражает какой-то блогер, просто возьмите и заблокируйте его. В ТикТоке мне выходили там постоянно блогеры, которые меня раздражают. Я не строчу им плохие комментарии. Я просто взяла и заблокировала. Ну, я реально после истории, которые мне закинули, мне почему-то все кидают подобные вещи. Просто скажи свое мнение. Да не хочу я говорить свое мнение. Не хочу ее пиарить. Вы про нее даже не знали, посмотрели мое видео, зашли к ней и узнали, кто она такая. А может быть и подписались. Возможно, она это и делает, чтобы все обратили на нее внимание. Суть в чем, блогер суперзнаменитый по ее взглядам. Зовет к себе двух визажисток. Затем включает камеру и говорит, идите на три веселые буквы из моей квартиры. Вы опоздали. Опоздали не работай, опоздали уволи, опоздали не обращайся к ней. Кто ты такая, чтобы посылать на три веселые буквы? Взяла их косметички, косметику и все выбрасывает в этот подъезд. Такое пренебрежение к людям, которые по достатку ниже тебя. Я считаю, что это низко. Просто нет слов. Чистая эмоция. Такой сытный бокс-мастер. Прям огромная. Поза вчера, когда сидели в KFC с подругой, и на кассе девушка говорит, вам в бокс-мастер еще сыра положить. Но там и так, и так сыр есть. Вот такая положить. Еще какой-то ингредиент спросила положить. Ну, Шелест сказал, положите, естественно, в бокс-мастер. Это все должно быть. А оказывается, это все дополнительно. То есть сыр там есть. Если хочешь больше, они могут добавить. А на кассе ей даже не уточнили. Потом заплатили. Смотрим, у нас больше получилось сумма. На этом все было очень вкусно. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. Всех люблю. Целую. Пока.